Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать на канал BADUK1. Новая партия у нас на четвертом дане. Упал я с пятого дана. Так, значит, ну давайте здесь сконтрим, чтобы не было Китая. И в этом джосике я уже не помню, что нужно делать. А, здесь, по-моему, можно вот так сыграть. Так, и дальше, по-моему, можно прилипнуть. Ну, тут остается точка разрезания. Можно ее как-нибудь защитить. Можно плотность сделать, либо... Либо как. Ну, давайте, наверное, такую форму сыграем. Да, мой оппонент тоже доиграл джосике. Я, правда, не уверен, что я правильно доиграл. Но окей. Ну и получается то, что у него здесь что-то может получиться. В эти какая-то территория. И нужно проверить, какие у меня есть адзи. Так, в принципе, если я сыграю такой Хасами, то у меня остается распространение в К17, которое, в принципе, атакующее распространение. Атакующее вот эти три камня. Ну, наверное, он еще... Нет, не хочет. Так, теперь... Нет, пока рано. Надо продолжить. А вот теперь можно уже играть сюда. И на этот ход... Ну, я думаю, я здесь... Закроюсь. Почему бы и нет? Он хочет сыграть Хана. Я Хана, он туда, я туда. Он порежет. Ну, давайте посмотрим, кто кого скушает. А, вот так. То есть он дает мне соединиться и будет выживать. Ну, и я думаю, да, ему нужно добавить еще один ход. Так, а если я сыграю как-нибудь так? Это похоже на Сенте. И дальше, если я стопну... Ну, на самом деле, я просто какие-то закрываю там свои дефекты в форме. То есть я сюда, он хочет сыграть по Стигра. Ну, давайте проверим, что тут, если... А, он даже по Стигра не играет. Что-то я не понимаю. Ну, наверное, пока достаточно для Билова, да? То есть достаточно крепкая группа получилась в Сенте. И можно вернуться куда-нибудь к углу. Так, ну, это немного медленно. Пока хочется сыграть здесь еще. И... Ну, стандартно, по-моему, в такой позиции делают какую-нибудь Агейму белую. Надо подумать. Ну, и, в принципе, тогда я ему отдам темп. А если я сыграю Тенуки, например, вторжение в угол, то он сам сыграет где-нибудь вот здесь, в С14. Но угол у меня все равно будет жить. Поэтому давайте вторгаться. То есть плотность у меня какая-то появилась. Теперь нужно очки набирать. Так. Надо вспоминать. Можно сыграть так. Тогда у меня будет Пануки, которая смотрит в эту сторону. А эта сторона, в принципе, неинтересная для меня. Потому что здесь уже есть крепкая форма оппонента. Так. А куда вот эта лесенка идет, кстати? Так, 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 так. По-моему, да, лесенка идет на мои камни. Поэтому моему оппоненту придется здесь тратить темп на вытягивание. Но он сразу же не может попробовать углубивать. Да, лесенка пока за меня. Ну, он, скорее всего, сыграет такой ход по стигра. И если здесь будет по стигра, я сыграю Тануки, то он поставит отаре сюда. Ага, то он не ловит. Но лесенка точно за меня. Он, наверное, думает, вставить ли ему ход G13. Да, вот он решил сюда. Тогда... Ну, давайте я тогда выживу в углу полностью. В центре. Вот, получается такая история. Пока, честно говоря, не знаю, как мне двушку использовать. Она так особо ничего не дает. Сюда можно походить. Но он тогда отаре поставит. Я вытянусь. Давайте сыграем такой ход. Да, вот он делает теперь этот вариант. Так, раз, два, три. И он будет убегать. Но, честно говоря, мне не страшно то, что он может порезать здесь. Потому что эта группа достаточно крепкая. Плюс у нее уже есть глазные тут какие-то пространства. Ну, может быть, лесенка сейчас, кстати, упрется в этот камень. Я не знаю. Но двушку я уже бросил вот этим ходом. J3, потому что в лоб ее тянуть я не вижу смысла. То есть, давайте смотреть, как она идет. Ну, вроде бы, она идет на черный камень. Да. Вот если я здесь спущусь, то он, конечно, прыгнет по первой линии. Ну, давайте я сыграю такой ход, чтобы вот эту группу отрезать точно от этой группы. Да, он отвечает. И дальше в принципе можно сыграть Хана. Да, вот он испугался. Играет здесь. Ну, не знаю. По-моему, не очень хороший план за черного. Выжить-то он выживает, но я тут получаю какие-то форсированные ходы еще. Давайте попробуем так. Хотя, честно говоря, я не уверен, хороший ли это план. Хана я сюда. Но это мне не страшно. Хана я режу, он отарь и оттуда. И резать... Резать он не может. Очень странно. То есть, оппонент решил просто выживать. На месте. В ГОТЭ. Я, наверное, пока оставлю тогда это. Плюс я могу походить сразу в G12. Это будет Сэнда на убегание двушки. Он же так боится двушку. Да, видите, добавляет ходы. Вот. И дальше... Ну, здесь у него что-то назревает. Я просто буду уменьшать. Хотя, наверное, это не самая большая область. Я думаю, нужно было играть где-то там. Ну, теперь, да, это правильно. То, что... Из-за того, что у него здесь супер мощная форма, он играет сюда. Но... Что мне делать тогда? Я могу просто убегать. Так, тут я никуда не могу убежать. Ну, давайте, наверное, подеремся. Там он сейчас в Касуме, наверное, будет играть. И еще Ханэ. Да. Но... Тут даже драки нет. Я тут нормально себе строю форму. Я вот думаю, порезать может его. Я порежу у нотари, я вытянусь. Он вытянусь. Нет, порезать как-то опасно. Да, он так же играет, как и в прошлый раз. Сейчас я вытянусь, и он сыграет снова Л4, наверное. Но я буду так играть. Пусть он играет свой Л4. Не хочет пока играть Л4. Ну, наверное, я сыграю здесь. Я все-таки ожидал то, что он сыграет на голову. Но он не сыграл на голову. Ну, а дальше что-то странное будет происходить. Да, вот он так красиво сейчас убегает. Дальше будет какая-то мистика. То есть, я здесь могу спуститься. Он может еще усложнить и порезать это все, я думаю. Такой ход. Так, так, так. Ну, то есть, там я уже ничего не получаю. Ну, сейчас просто я могу же мою какое-то сделать себе здесь слева. Хотя, не уверен то, что прям супер мою получится. Все равно будут какие-то слабости. Плюс он еще вот эту трешку порежет. Ну, пусть порежет. Давайте посмотрим, что получится из-за этого всего. Так, ну, здесь я не обязан отвечать. Потому что эта группа его живет. И эта группа тоже давно уже живет. Поэтому зачем он ползает, непонятно. То есть, этот камень он скушает. Но здесь у меня уже стоит камень. Мои группы соединены. Вряд ли он их может убить. Поэтому я считаю, вот он просто теряет темп. И вместо этого он мог бы что-нибудь придумать. Какой-нибудь ход сыграть. Получается теперь... Но здесь остается какое-то вторжение, да? Поэтому давайте я консервативно там прикрою угол. И теперь ему нужно на стороне выживать. А мне нужно пробовать это дело убить. Ну, или хотя бы поатаковать и на атаке что-то получить. Хотя бы получить центы. Чтобы успеть сыграть... Чтобы успеть как-то вот эти камни вытаскивать. Так, он играет сюда. Ну, в принципе, я тогда могу здесь сыграть. Потом так. И потом... Что? Есть вероятность убийства или, мне кажется... Сейчас посмотрим. Так, наверное, мне здесь нужно аккуратно ответить здесь. Ну, возможно, какая-то дырка здесь получится. Как-то слабо у белых вот здесь. Поэтому он может соединиться. Ну, зато весело. Я давно не атаковал так группы. Задумался оппонент. Ну, вот, по-моему, единственный шанс для него выжить, это как-то прорвать здесь что-то придумать. Потому что там второй глаз он не построит. А как ему? Как все выглядит. Вот эта вот позиция. Косумия соединяется. Косумия соединяется. Он туда я режу. Он прыгает, я туда. Он режет, я отаря. Не вижу пока, как он может выжить. Что говорит программа? Программа говорит, что он мертвый. Ну, потому что она знает, как это убить. Я пока... Я могу, конечно, ошибиться, но я пока не вижу, что делать черным. Давайте нажму на паузу. Он долго думает. Так, значит, оппонент прилип. Ну, на его прилипание я могу... Надо подумать, что оно значит. Но, по-моему, мне надо просто сюда играть. Чтоб там точно не было глаза. Ну, а если я отаре поставлю, он теперь хочет прилипнуть. Может, кстати, вырву... Нет, не прилипает. Не понимаю пока. То есть, мне, по-моему, нельзя пробивать. Я должен, наверное, вытянуться. Если я пробью, он сыграет Хана. Я сыграю здесь. Он поставит отаре. Я соединюсь. Хотя можно и пробить. Но, по-моему, не обязательно пробивать. Но если я вытянусь, он поставит отаре, я соединюсь, он еще раз надавит. Я должен буду соединиться. И тогда он пропилит вот здесь. Поэтому давайте рисковать и пробивать. Хотя, по-моему, ничего не изменилось. Ну, вообще-то изменилось, честно говоря. Я сейчас посмотрю. То есть, я играю сюда. Он должен поставить отаре. Я соединюсь, и у меня три степени. Ну, соединяться я обязан. Да, а дальше как он будет играть? Ну, на это же я не обязан отвечать. Я здесь поставлю отаре. Да, вот он пробивает. И теперь, наверное, мне нужно... Ну, теперь, честно говоря, опасная ситуация. Потому что, по-хорошему, мне нужно играть в Д-14. Но он тогда вкинет в П-10. И Кирдык. Поэтому мне сюда нужно, он туда. А, ну я тогда соединюсь так. Давайте проверять. Да, вроде бы нет проблемы. Ну, здесь он порезать не может. Да, он может как бы забрать там все сверху. Типа обмен произошел. Ну, я здесь просто поставлю отаре. Ну, и дальше я... Мне нужно просто уменьшить максимально. Поэтому... Я могу как-то так сыграть. Эту группу-то большую он никак не может убить. Да, вот видите, он просто хочет такой обмен большой совершить. Вот, и дальше... Какой счет? Плюс 36, да? То есть, дальше, в принципе... Что мне делать? Можно еще, конечно, здесь сыграть. Чтобы вынудить его угол, добавить ход. А, он даже так играет. А если я отаре поставлю? Потом Хане. Он же не может порезать. И дальше я могу вытянуться. Или соединиться даже. Как-то резать ему неудобно. Тут лесенки за меня бегут. То есть, ему нужно на месте выживать. А этот ход, он же не дает ему глаз. Ну, давайте просто вот методом уменьшения жизненного пространства. Ну, правда, здесь, конечно, С14. Но это тоже приятно. То, что оппонент должен выжить. Так, ну, он думает, что он может меня убить. Но не может он меня убить, во-первых. Во-вторых, если он сейчас будет продолжать всю эту историю, то он нарвется на ход С14, который убивает его группу. А у меня, конечно же, намного больше степней, чем у него. Поэтому, если вот здесь нет никакой дырки. Да, вот он начал что-то делать. И мне нужно очень аккуратно отвечать. Вот он начал что-то делать. Ну, давайте я, наверное, так сыграю. Ну, и здесь сюда. И все. Теперь точно. Черный вот с этой стороны ничего не может сделать. Плюс вот эта группа может умереть в С14. Плюс там единственный момент, который может быть, это вот с этим ходом связан. Поэтому я даже на этот ход не отреагирую, просто заблокирую, чтобы у меня точно все жило. Ну, дальше, раз он так хочет там убить, пусть убивает. Просто я не понимаю, неужели мой ход не убивает его группу. Как он жить будет теперь? Почему он пропустил этот ход? Ну, по-моему, это все. Да, как-то и эта группа умерла, и та группа умерла. Здесь без варианта уже. Ну, мне достаточно везде соединиться просто. Угол у меня живет, поэтому там смысла нет за черного что-то надеяться на что-то. Так, вот этот ход, наверное, мне нужно пробить. Или как? Если я соединюсь бамбой. Я думаю, надо все-таки бамбой соединяться. Да. Потому что очень похоже на то, что можно ошибиться. Теперь я соединяюсь так. Ну, и теперь так. То есть, у меня полностью группа соединена. Ну, здесь я, наверное, сыграю даже так, чтобы он не надеялся, что она может умереть. Хотя, даже если она может умереть, у него намного меньше степеней. Поэтому я, честно говоря, после того, как его группа справа умерла, я не понимаю, зачем он играет дальше. Здесь уже без вариантов. Но даже если он угол убьет этот, то... Как это называется? Я не помню, честно говоря, как против этого хода играть. Но даже если он убьет угол, у меня все равно больше очков. Но угол-то еще убить нужно. То есть, сейчас, по-моему, он может спуститься. Я поставлю отари, он вкинет, я пробью. То есть, он только один камень, так, по-моему, может скушать. Да. Ну, чисто йоса. То есть, и причем на это пробитие я не обязан отвечать. Поэтому я могу как-нибудь так сыграть. Поставить отари. Вот. И... Ну, дальше можно камень попробовать забрать. То есть, что здесь получается? Я... Он камень не отдает, тогда я могу нажать. Потом... Поставить отари. Ну, либо... Либо просто вытянуться один раз в сенте, да? Вот так. Но даже два раза, не один раз. Так. Дальше я могу здесь поставить отари. Он все-таки так решил сыграть. По-моему, это ошибка. Он же отдает мне теперь трешку. То есть, я вытягиваюсь просто сюда. Он должен соединяться снизу. И причем я забираю трешку в сенте. Потому что после того, как он поставит отари, я заберу трешку, ему нужно будет вроде бы добавить еще ход, чтобы я не поставил отари в ай-1. Так, он играет здесь. Но мне здесь не страшно. Поэтому... Давайте я пока сыграю отари сверху. Ну, честно говоря, я не понимаю, почему он так играет. Он же теперь умер сверху. Что он там сделает? Ну, здесь я вытягиваюсь. Ну, в общем, друзья, он просто троллит. Давайте я нажму на паузу. А, ну, он, кстати, сдался. Хорошо. Друзья, давайте разберем эту партию. Только у меня есть проблема. Программа мне показывает... Это уже GPU-шная программа, для которой нужна CUDA. мне очень помогли ее установить. Но почему-то она показывает, видите, 85% черный ход. А может быть, это вообще не проценты. Не знаю. Поэтому давайте здесь сыграем. Ну, вернее, разберем. То есть, я сыграл какари. Ну, в принципе, мы можем оставить на уровне цвета, не на уровне процентов, а на уровне цвета можем оставить анализ. То есть, вот программа показывает то, что на это какари хорошо выиграть контр-какари. Ну, по третьей линии я сыграл по четвертой. Мой оппонент играет здесь. Дальше, да, есть такой джосики. Но я почему-то решил сыграть сюда. Вот. И у нас получился такой вариант. Дальше я прилип в угол. Он сюда. Я сюда. Он выпрыгивает. Вот. И следующая моя идея была в том, что вот эти три камня далеко находятся от этого камня. Поэтому мне нужно что-то с ними сделать. Как-то желательно поатаковать всех. Ну, как-то подраться. Вот. И еще очень важный нюанс это ход М6. То есть, если я сыграю этот ход сейчас, сделаю этот ход, тогда мой оппонент укрепит нижнюю часть свою и будет сложнее мне туда впрыгивать. Я, конечно, впрыгну, но большого смысла в этом не будет, потому что, как это сформулировать, и угол у меня ослабляется, и этот камень слабый. Поэтому сейчас плохое время здесь играть, но внутри сыграть хочется, потому что мой оппонент сам может всегда походить сюда, потом сюда, и потом даже сюда. И получается не очень такая приятная история. Вот зачем мне программа показывает такой ход, я не понимаю. Если будет лесенка, то что? То сюда. Ну, какие-то маневры пошли. Какие-то пошли маневры слишком сложные для меня. В общем, поэтому давайте просто смотреть на цвет процента. Нет смысла смотреть. В общем, я уже объяснил, то что, если бы я сыграл спокойно, и мой оппонент сыграл бы такой магари, то белый бы потерял вот так темп, и у черного было бы здесь достаточно крепко, он мог бы делать мое на месте. Вот. Именно поэтому здесь мне уже нужно как-то вторгаться. То есть, если мы сейчас перейдем, да, вот сейчас ход белых, программа как раз показывает то, что куда-то сюда играть и нужно. Значит, я вторгся, и мой оппонент сыграл Касуми. Дальше получилась какая-то у нас борьба, правда, не совсем понятно, зачем он так играет. То есть, он пропустил, во-первых, этот ход, во-вторых, ему теперь нужно выживать внутри. Он ничего порезать не может, ему нужно выживать внутри в годы. Плюс я там вкинул, чтобы получить вот этот ход, который, кстати, в будущем помог убить эту группу, по-моему. Вот. Ну, здесь такие обмены, он соединяется, и дальше я, во-первых, я решил вот эту всю проблему, я соединил две группы, вынудил его выживать внутри, он получил сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну, пускай будет десять очков, если он там как-то еще соединится со своими камнями. Но я-то получил очень крепкую такую группу, и угол у него здесь небольшой, и здесь мало территории, то есть, пока как-то за черного мне не нравится. Вот. И дальше здесь он теряет тоже темп, я обмениваю один раз, и, да, и как я говорил во время партии, обычно играют какой-нибудь о гейму там, или программа там показывает, может быть, подальше. Но здесь нужно ждать, во-первых, нужно правильно настроить будет проценты мне, а во-вторых, из-за того, что это все 40 блоков на куде. Я еще не уверен, то, что у меня обе видеокарты сейчас работают, потому что, ну, как-то он медленно считает, по-моему. Ну, окей. В общем, на этом этапе я решил прыгать в угол. Да, я мог сыграть сюда, и тогда он бы либо прыгал в угол, либо играл бы как-нибудь так. Вот. Поэтому я решил сам сразу убрать очки. И здесь мой оппонент предложил поменяться и забрать, ну, отдать мне паноки. Но мне паноки здесь не понравилось, потому что, как это называется, здесь у него есть уже группа, достаточно крепкая. И как-то втискиваться сейчас, тратить темп на то, чтобы здесь добавить камень, очень маленькая зона для этой стадии игры. Вот. И, соответственно, ну, то есть, я бы не хотел играть как-то так, а играть как-то вот так не слишком страшно для черного, потому что там у него есть контратака всегда, и непонятно, чем бы это все закончилось. Вот. То есть, скорее всего, выжил бы и белый, и черный, и непонятно, только в этом непонятно, у кого было бы Сента. поэтому мне этот вариант сейчас не нужен был. Ну, и программа говорит возвращаться и играть Тенуки здесь. То есть, типа, получил Пануки и играй Тенуки. Окей. но с другой стороны, если бы я сыграл здесь такой вариант, то то как это называется, и пропустил бы ход, да, то есть, я играю как-то так, то я бы уже нарвался хорошенько сюда, на такую, на какую-то атаку. И этого я тоже не хотел. Поэтому я выбрал просто такой путь. Лесенка пока работает за белых. Значит, и дальше я укрепляю полностью угол. У меня остается Сента. Да, я могу вытянуться, но проблема в том, то что я этим вытягиванием совершенно ничего не делаю. У меня слабая группа. А черный и здесь выживет, скорее всего, и там выживет, скорее всего. И у меня нет никаких атакующих камней, чтобы вытягиваться. Поэтому я и сыграл ход сверху. Это выглядит нелогичным, но это как бы такая макро-жертва двух камней. То есть, я забираю крупный пункт Фусеки, мой оппонент добавляет, ну, он здесь добавил проверку на, как это называется, на лесенку, как я отреагирую, да, он добирает эту двушку. Вот, теперь, раз у меня появился этот ход, я теперь начинаю думать, а как мне им воспользоваться. То есть, очевидно то, что раз я забил дополнительную степень у черных и могу сыграть Ханая, то мне для начала нужно убедиться, то что черный не сможет соединиться с этой группой. И здесь я нашел какой-то вариант, который, ну, то есть, если бы черный сыграл где-нибудь Тенуки, я бы спустился, то, по-моему, здесь была бы какая-то сложная ситуация с точки зрения жизни и смерти, ну, вот, честно говоря, непонятно. Даже если вот это не вкидывать, сыграть просто Хана и он соединиться, ну, не помню, друзья, что это вообще будет. Возможно, черный живой, может быть, это Секи, не знаю, что там произойдет. Вот. Но мой оппонент не захотел играть на этом этапе Тенуки, то есть, соответственно, вот этим ходом я одновременно и атакую его, и разделяю с этой группой, да, то есть, он на этот ход ответил, то есть, это своего рода тоже проверочный какой-то ход. И дальше я играю Хана. Хана я сыграл, и мой оппонент почему-то вместо того, чтобы как-то продолжать выходить или резать, он забирает просто камень в Гота, я получаю еще один ход. То есть, самое простое это сделать такую форму и получается, ну, получается все. То есть, у белых слишком мощный центр. Но мне не очень это понравилась идея, я решил как-то сыграть там прыжком и ожидал, конечно, я то, что оппонент сыграет здесь. Кстати, почему мне нельзя резать? Давайте проверять Atari. И что, если он сюда, то я же могу поставить Atari, он выйдет, я забираю. Ну, а если он не будет выходить? Если он... Нет, программа говорит, что он будет выходить. Поэтому, поэтому вроде бы не страшно. А раз не страшно, то почему программа показывает с этой стороны соединяться? Типа у него будет корявая группа, это плохой обмен для черного? Возможно. Ну, да, и кстати, это же было бы сенте, да, то есть, мое соединение это сенте. То есть, если он соединяется, я уже могу выбегать. Так, она не покажет нам лесенку до конца, да? Нет, до конца не хочет показывать. Окей. Ну, здесь просто будет, когда камень белых податарит, то он соединится либо с этим камнем, либо с этим. То есть, лесенка уже не работает. Потом, что здесь еще будет? Я прыгнул, он сыграл зачем-то здесь, я вытянулся. То есть, ну, как-то, да, как-то слишком пассивно играет оппонент на этом этапе. То есть, он просто выжил в готе снова. Я теперь сыграл хитрый ход, проверил его бдительность, он защитился. и дальше здесь назревает какое-то мою. Ну, программа говорит, конечно, то, что левая сторона намного больше. Я тоже согласен, да, это получается, то, что я сыграл какую-то ерунду. То есть, даже если бы я сыграл здесь, ну, что он может сделать? Как-то сыграть так, но у меня все равно остается очень большое влияние здесь. Ну, хотя у меня это мою, а у него это очки, потому что здесь уже вторгаться нереально. Поэтому, не знаю. Видимо, если бы я лучше считал, то я бы сюда не играл. А так, на моем уровне нынешнем мне показалось, то, что лучше здесь добавить ход. Там у нас началась какая-то битва сверху. И, кстати, потом получилось очень сложно. Все здесь, да, здесь я мог, конечно, соединиться. Мой оппонент сыграл бы как-то так. Потом бы еще вытянулся, я бы куда-то убегал. И потом, в какой-то момент, он бы просто перешел там, куда-нибудь сюда. Ну, типа того. Что-то вот такое. Возможно. Не знаю. Может быть, нет. Может быть, он накрывал бы как-то так. Но мне здесь не страшно. Я бы, наверное, просто брал очки. окей. Но я решил подраться здесь, порезать. Он так красиво вышел. Да, и тут я получаю стенку. И здесь у оппонента, по-моему, ошибка. Хотя, наверное, не ошибка. Программа показывает то, что не ошибка. Я имею в виду тот факт, что он постоянно отвечал на мои ходы. Видимо, чтобы не было семидория. Да, то есть, он вытянулся, я вытянулся, и он еще раз вытянулся. Он еще раз вытянулся, и дальше я просто уже закрываю угол, потому что самый простой ход, если белый сыграет здесь, это вот этот ход. Самый простой вход для вторжения вот на левую сторону. Поэтому я понимаю, то, что если он сыграет здесь, то я просто заблокирую, и он уже прорваться не может. Вот. И дальше мой оппонент вторгается. У меня, честно говоря, не было уверенности, то, что я это могу убить, но так, так вот, просто так совпало то, что получилось. Ну, не совсем корректно он поступил. То есть, здесь он получает один глаз в Готе, и дальше я просто играю сюда, ну и все. И, видимо, дальше он уже умер. Наверняка черный мог как-то выжить, но не получилось у него. Здесь был еще такой момент, то, что если бы я вытянулся, как я посчитал, он бы сыграл Атари, я бы соединился, и он бы еще раз надавил. И теперь, а, так и здесь не было проблем, друзья, я бы все равно играл сюда, и что, он ставит Атари, я ставлю Атари, он пробивает, но он же не может мою большую группу убить, был бы примерно такой же результат, да? Да. То есть, здесь, на самом деле, я просто не досчитал, то, что это не проблема. Ну и здесь, в принципе, игра уже закончилась, потому что он умер, и он не смог забрать очень много себе. То есть, он вот этим по ноке потерял темп, позволил мне глубоко залезть, ну а дальше, там, вот непонятно, на мой Ханэ, стандартный ход это сюда, и потом уже он может сюда прыгать, и дальше там как-то выживать. Ну и теперь он точно уже выживет, но он как-то странно сыграл, на мой Ханэ, он прилип, вот, а дальше на мой Атари, он еще и ответил, то есть, очень плохой обмен получился за него. Ну и потом вы видели, потом у него все посыпалось, видимо, у него пропало уже настроение играть, то есть, давайте вернемся. Проблема в том, что вот с этими сбитыми процентами непонятно, на каком этапе вообще кто лидировал, и вообще вот сверху насколько была хорошая, там, хороший розыгрыш вообще для кого был, куда нужно было Биллом играть вот сейчас вместо этого хода, программа говорит сюда, но мы это тоже уже смотрели, поэтому, честно говоря, сложно мне что-то сказать, ну, получилась такая партия, на самом деле, халявная, вот, но нужно, конечно, починить мне процентовку. Вот такие дела, друзья, тогда давайте я, наверное, выложу этот видос, и дальше я буду разбираться с программой, и постепенно постараюсь побольше играть, потому что нужно как-то, ну, если не играть, то сразу все забываешь, даже какой-то элементарный счет, поэтому постараюсь побольше играть. Все тогда, всем до новых встреч, спасибо за внимание, и пока.